Нартик ТВ, Время новостей, в студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Пик пройден. Очень рассчитываю, что ситуация позволит нам смягчить те меры, которые сегодня есть. Регион оправляется от новой волны коронавируса. Пример для многих. В ЗАГСе мы ни кольца не надевали, ни целовались, вообще ничего не делали. Оставили весь сок на потом. Да, то есть мы просто пришли и расписались. Как день всех влюбленных отмечают в Мурманске и в чем секрет счастливой семейной жизни? Держались, но с трудом. Скорее всего, все-таки силы беспредельны, наверное, по большому счету. Мурман сыграл на домашнем поле с одним из лидеров чемпионата. Пик новой волны коронавирусной инфекции пройден. Об этом сообщил губернатор Мурманской области во время оперативного совещания. Также Андрей Чибис обсудил с представителями правительства планы по расширению территории опережающего развития столицы Арктики и обеспечению спортивных школ новым спортинвентарем. Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе начинает снижаться, сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания в правительстве области. Это значит, что пик новой волны пройден. Заболевание пойдет на спад. Пережить это время удалось без тотальных ограничений, как было, например, в 2020 году. Но расслабляться пока рано. Правительство продолжит следить за динамикой заболевания в Заполярье и, возможно, постепенно будет снимать ограничения. Если динамика снижения будет продолжаться, то мы в ближайшее время рассмотрим вопросы смягчения тех мер, тех ограничений, которые сегодня действуют на территории Мурманской области. Я думаю, что мы в ближайшие дни на оперативном штабе по коронавирусу набор необходимых решений примем. Очень рассчитываю, что ситуация позволит нам смягчить те меры, которые сегодня есть. Также губернатор сообщил, что территория опережающего развития, столица Арктики, будет расширяться. Правительство России идею одобрило. Благодаря этому в регионе появится морской перегрузочный комплекс СПГ, что позволит создать новые рабочие места и привлечет в область еще 5 миллиардов 800 миллионов рублей. В целом, если брать динамику развития и активности наших резидентов, арктической зоны, резидентов ТОР, то резиденты территории опережающего развития уже вложили в экономику региона почти 92 миллиарда рублей. То есть, если быть точным, 91 миллиард 800 миллионов. И создали благодаря этим проектам 2300 рабочих мест. Также на совещании поговорили о будущем спортивных школ региона. В этом году учреждения обеспечат новым инвентарем. Поставки состоятся в рамках соглашения Мурманской области с Минпромторгом России. Было заключено соглашение о поставке спортивного инвентаря и оборудования для государственных школ Олимпийского резерва по базовым видам спорта, таким как горнолыжный спорт, биатлон, спортивная борьба, сноуборд и хоккей. На общую сумму 22 миллиона 644 тысячи. Первые партии оборудования в соответствии с соглашением уже поступили в региональные спортшколы. Так, отделению спортивной борьбы Мурманской областной школы Олимпийского резерва переданы два комплекта спортивного инвентаря на общую сумму чуть более 4 миллионов рублей. Также Мурманская область уже получила 4 аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физподготовки. Это оборудование позволит выявлять предрасположенность детей к определенным видам спорта, а тренерам разрабатывать для них персональные программы спортивной подготовки. Говорят, спортсмены либо не болеют, либо быстрее выздоравливают, заразившись коронавирусом. Тысяча два новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Шесть человек умерли от осложнений, вызванных недугом. Больше всего заболевших в Мурманске 611, Североморске 95 и Оленигорске 71. Появление нового суперштамма коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекциям, заявил в интервью «Известием» вирусовок руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волочков. По его словам, вероятность формирования разновидности COVID-19 низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось или ревакцинировалось. Вирусовок оценил перспективу появления нового потенциально опасного штамма коронавируса, который мог бы привести к грандиозной вспышке, как маловероятную. Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил на брифинге, что после распространения микронштамма могут появляться новые вариации COVID-19. Согласно опросу портала «Стоп коронавирус» более 81% россиян признались, что устали от пандемии. В анкетировании, которое ресурс запустил в своих социальных сетях, приняли участие почти 26 тысяч человек. Омикрон не так опасен, как его предшественники, однако высокая нагрузка на систему здравоохранения все еще сохраняется. Что делать, если работодатель отказывается принимать электронный больничный лист? Георгий Салиев выяснил, как в этом случае доказать свою правоту. В последнее время многие северяне столкнулись со сложностями при получении больничного листа. Из-за огромной нагрузки на систему здравоохранения, медперсонал, поликлиник и больниц просто не справляются с выдачей документов. По словам представителей Ассоциации юристов России, сложившуюся ситуацию можно расценивать как обстоятельство непреодолимой силы. Согласно этой правовой норме, факт нарушения своих обязательств медучреждениями можно считать приемлемым. Хоть недовольство населения есть, нужно войти в данное положение, успокоиться, выдохнуть. И, насколько мне известно, медицинские учреждения идут навстречу гражданам, в плане, если фиксируются какие-то нарушения в оформлении больничного листа, они впоследствии корректируются. Поэтому, безусловно, работодателям также нужно эту ситуацию принять, понять и, скажем так, не оказывать какого-то давления на своих работников в силу таких ситуаций, которые складываются. Как отметили сами юристы, они готовы помочь гражданам, которые столкнулись с проблемами. Случается и так, что работодатели привлекают своих сотрудников к ответственности за неспособность предоставить оформленный больничный лист. Избежать таких неприятностей поможет цифровая фиксация факта обращения к врачам. В случае, если работник не уверен в том, что работодатель с его слов поверит о том, что он был на больничном, хотя в период пандемии это странно, он может зафиксировать факт обращения в медицинское учреждение путем копирования или сделать скриншот с электронных форм, поскольку в целом сейчас все больничные листы обращения в поликлинику оформляются в электронном виде. То есть и факт обращения фиксируется электронным скриншотом, и факт выписки. По мнению экспертов, повсеместное использование электронных форм обращения и последующая их фиксация позволит легко убедить любого работодателя в наличии больничного, который в скором времени будет передан в соответствующие инстанции. К теме происшествий девочку-подростка обнаружили с травмой головы в раздевалке учебного заведения. Инцидент произошел в общеобразовательной школе номер 43 города Мурманска. По словам бабушки пострадавшей школьницы, ее увезли в реанимацию. Медики диагностировали у девочки закрытую травму головы. Родные считают, что ее могли толкнуть другие ученицы, из-за чего она упала и ударилась головой. Лишь спустя два дня на официальном сайте администрации города Мурманска прокомментировали случившееся. У руководства школы другая версия. Девочка сама внезапно потеряла сознание и упала, ударившись головой о пол. В момент происшествия школьница была вместе с одноклассницами. Директор образовательного учреждения срочно вызвала скорую помощь, поставила в известность маму, ребенка. Родные пострадавшие ищут видеозапись момента трагедии, который мог сделать кто-то из детей. Это была не случайность. Это детские, детские, как в школе сейчас происходят эти буллинги и все остальное. Вот, мне тяжело сейчас говорить в этот момент, потому что моя внучка в опасности. И администрация школы должна понести как можно серьезное наказание, тем более учитель физкультуры. Более 58 килограммов наркотиков пытался провести в Мурманск местные жители. Полицейские задержали жителей областного центра 1982 года рождения. Его подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Нарушитель закона пытался ввести в Мурманск из другого региона крупную партию запрещенных веществ. Он планировал их перепродать, сообщают правоохранители. Из тайников в салоне его автомобиля полицейские изъяли 59 пакетов с прыжкообразным веществом. Изъятыми наркотиками оказались более 58 килограммов амфетамина и более 200 граммов кокаина. Следователями следственного управления УМД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренные частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ГУА-регион оценил ход работ в рамках программы реновации «ЗАТО», проконтролировал реализацию федеральных и региональных средств, текущие ремонты, обсудил проблемы городов с администрацией муниципалитета во время рабочей поездки в Александровск. Одной из основных забот маленьких городов остается медицина. Не удивительно, что маршрут рабочего визита губернаторов «ЗАТО» Александровской прошел в том числе через медучреждение. Капитальный ремонт инфекционного отделения в центральной медико-санитарной части Снежногорска идет довольно успешно. Двухэтажное здание 1989 года постройки подлежит полной реконструкции. На эти цели из федерального бюджета выделено более 120 миллионов рублей. Однако продолжают поступать жалобы от пациентов на нехватку врачей. Оборудование, а главное просьбы об обновлении парка скорой помощи. Андрей Владимирович заверил, что глава медсанчасти Олег Минин уже запланировал закупку новых машин в этом году. Поэтому мы точно это поменяем. Мы или поменяем, компании нам купят, и мы отдадим вам. Либо ФНБА, в случае того, что деньги на это пересмотрены. Поэтому я эту проблему знаю точно. Успешной можно считать и программу реновации «ЗАТО». В том числе реализуемую в Александровске. В прошлом году удалось капитально отремонтировать ряд квартир, кровли школ, а также снести пустующие здания в Полярном и Гаджиево. В 2022 году под снос попадают еще два дома города воинской славы и здания в поселке Оленья Губа. Эти станут второй частью или вторым этапом программы реновации «ЗАТО», которая будет реализовываться в этом году. Я прошу Минстрой также с главой «ЗАТО» Александровской Ильясовым Мазитовым взять в работу и запустить оперативный процесс. Также, обратив внимание на опыт реализации молодежных проектов «Арктик Спейс» и «Сопки» в соседних муниципалитетах, Александровцы обратились к Андрею Чибису с просьбой создания таких пространств и в «Большом ЗАТО». Решение долго ждать себя не заставило. На оперативном совещании губернатор поручил подготовить необходимые документы. Ну и на Комитету по делам молодежи давайте мы также сделаем акцент и откроем там дополнительно три молодежных пространства в Полярном, Гаджиево и Снежногорске. Там тоже надо дать возможности молодым ребятам активно заниматься, собираться. Удалось губернатору посетить и мобильную ярмарку «Наша рыба», развернувшуюся в субботу на площади Полярного. 20-я отчетно-выборная конференция Александровского отделения «Единой России» состоялась в Полярном. Говорили сторонники политической партии об итогах выборов, а также избрали секретаря местного отделения. Единороссов в «ЗАТО» Александровск порядка 300 человек. Об итогах работы партийцев в муниципалитете можно смело судить в том числе и по итогам прошедших в сентябре выборов. О них говорили и во время юбилейной 20-й отчетно-выборной конференции. Открыл встречу секретарь регионального отделения Андрей Чибис. Потому что одновременно с тем, как люди голосовали, мы с вами еще раз актуализировали такую насущную повестку того, что должно происходить. Мы с вами прекрасно понимаем, что в наших населенных пунктах, мягко скажем, проблем хватает. Да, мы сделали целый набор шагов. Мы запустили и вопросы благоустройства, запустили программу реновации «ЗАТО». Именно благодаря такой помощи многие нынешние члены партии стали ее сторонниками. Так, например, проект Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» некогда был поддержан Центром гражданских инициатив. Увидев ту реальную помощь и работу, которая была оказана мне в рамках моего проекта, проект «Социальный направлен на детей», я уже изъявила желание также стать сторонником партии и дальше уже членом партии. Особую роль партия уже не раз сыграла в сложные периоды жизни граждан, уверены сторонники политического движения. Даже вспомнить времена пандемии, ведь «Единая Россия» – это одна из немногих партий, которая взялась за поддержку населению. И было очень много проектов в этот момент реализована партия «Единая Россия». Во время юбилейной отчетно-выборной конференции выбрали и секретаря местного отделения. «Секретарь избирается на альтернативной основе, как минимум из двух кандидатур. Поэтому у нас сейчас голосуют наши партийцы. Я думаю, что они все у нас люди, которые имеют ответственное отношение к делу. И сейчас мы, конечно, будем понимать, кто у нас будет секретарем». По итогам тайного голосования секретарем стал глава «Зато Александровск» Илья Смазитов. «А также, согласно правилу ротации, мы должны переизбрать местный политический совет». Здесь бесчисленных новшеств. В составе местного политического совета по-прежнему 15 человек. А в переизбранной контрольной комиссии – три члена партии. Более 700 литров воды собрали теплоэнергетики для маленьких пациентов Мурманской инфекционной больницы. Рост случаев заражения детей новым вирусом COVID-19 повлёк за собой увеличение числа пациентов в стационаре, которым требуется особый питьевой режим. Более 700 литров питьевой воды сотрудники компании «Мурман Энергосбыт» доставили в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Здесь, в инфекционном отделении, проходят лечения маленькие пациенты. Диагнозы самые разные – ОРВИ, кишечные заболевания, а также в последнее время увеличилось число госпитализированных с COVID-19. Очень много детей находится раннего возраста, то, конечно, для удобства кормления необходима вода как для разведения смеси, так и для того, чтобы дети спокойно могли попить в любое время. Не надо было ждать, когда вода там охладится. Вода – это то, что больше всего необходимо и медикам, и пациентам. Лечение COVID-19, как и других вирусных заболеваний, сопровождается обильным питьём. Поэтому заготовленной кипячёной воды не всегда хватает. Это Мурманская энергосбыт. К нам обратилась организация, предложившая свою помощь в части доставки воды. И помогли нам таким образом, доставив воду. Сейчас эта вода доставляется в отделение, устанавливается в буфеты, и родители и дети могут иметь доступ к этой воде. Сотрудники компании «Мурман Энергосбыт» оперативно приобрели и доставили бутилированную воду. Волонтёрами выступили люди самых разных специальностей. От рядовых сотрудников до генерального директора компании. На нашем предприятии эти акции начинает молодёжный совет. К нему уже присоединяется коллектив «Мурман Энергосбыт». Все организационные моменты, а это тоже очень важно. Зачастую люди готовы помочь, но не знают как, или стесняются прийти в поликлинику и принести там один литр воды. А на самом деле из этих литров складываются сотни литров, которые необходимы сегодня больницам и больным. Активисты молодёжного совета предприятия признаются, что быть полезными в такое непростое время почётно. Только общими усилиями можно помочь медикам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы отслеживаем акции, которые запускают разные волонтёрские организации. В том числе мы уже участвовали в акции в клинической больнице имени Баяндина, отвозили воду. И сейчас главный врач просил также о помощи в виде бутилированной воды в детскую поликлинику. Мы с удовольствием присоединились к этой акции. Сотрудники «Мурман Энергосбыт» скинулись деньгами, и мы закупили воду. Привезли её сегодня сюда. По приблизительным подсчётам такого запаса воды хватит на месяц. Волонтёры энергетики готовы и дальше помогать медицинским учреждениям города. Любви все возрасты покорны. Эту простую истину сказал ещё пару сотен лет назад великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Действительно, найти свою вторую половинку можно как в 20, так и в 70 лет. Наш сегодняшний сюжет будет как раз о такой паре. Буду здесь всю ночь бесная, ждать с тобой свидания. Полина Старовойтова и Юрий Ташлыков – пенсионеры, члены организации «Дети военного Мурмана». Ей 84, а ему 81. Их история о любви напоминает сюжет многосерийного романа. Удивительно, что найти друг друга им удалось буквально пять лет назад. А связала их, как ни странно, музыка. Значит, это 2017 год, где-то праздновали 23 февраля, День защитника Отечества. И ансамбль это пел, но чего-то они там пели не слышно. Женщина за нашим столом, она ей говорит, пойдём споём что-нибудь. Я говорю, да нам микрофон не дадут, да и неудобно. Пойдём. Подошли, она нам берёт микрофон, пой. Я спела, зааплодировали, закричали бис. И с тех пор меня в ансамбль взяли. Ремнина сказала, будете ходить, всё, у вас хороший голос, будете ходить петь. Ну и пришла в ансамбль, а там вот Юрий Иванович. За возможность петь в ансамбле Полине Васильевне пришлось побороться. А вот Юрий Иванович стал его участником ещё в 2012 году. Вместе с хором успел объездить множество городов и воинских частей. О том, что в коллектив придёт его будущее возлюбленное, даже и подумать не мог. Но увидев её, понял, действовать нужно незамедлительно. На день рождения ко мне должен был прийти аккомпаниатор со своей женой. Ну, дети, подруга у меня тут, соседи, всё, собрались, сидим. И я ждала Анатолия Яковлевича, аккомпаниатора. Он позвонил, говорит, Полина Васильевна, мы устали и задерживаемся, может быть, попозже придём. Ну и всё. Время 10 часов вечера. Звонок в дверь. Открываю, стоит Юрий Иванович с букетом цветов. Я ни адреса не давала, не приглашала. Не знаю, как. Я растерялась. Тут и дети, тут всё. Я говорю, вас Рим Дмитриевна прислала? Он нет. А ещё у нас вот рядом сосед жил, Борис Фёдорович, он тоже в хор ходил. Умер его, нет сейчас. Я говорю, Борис Фёдорович, нет. Я говорю, а как ты? Я сам. Такая галантность и настойчивость поразила Полину Васильевну. После праздника они продолжили общаться, а кавалер стал всё чаще заходить на чай. Вот так и родился Новый Союз. И даже спустя пять лет чувства не угасают. В их семье царит любовь и гармония. Мы уже и привыкли, и друг без друга. Нам теперь в офисе. И не жить. Она у нас и поёт, и танцует. Голос у неё прекрасный, Полина Васильевна. Возраст – это точно не повод отказывать себе в любви. И союз этой пары – прямое тому подтверждение. Они уверены, секрет счастливых отношений на долгие годы – это в первую очередь уважение и честность. День Святого Валентина – относительно новый праздник для россиян, который, тем не менее, пользуется популярностью молодёжи. В честь Дня всех влюблённых мы спросили мурманчан и служителей Русской Православной Церкви об их отношении к этой дате. Личность Святого Валентина, жившего примерно в третьем веке нашей эры, даже сейчас вызывает споры в научных кругах. История знает нескольких личностей с таким именем. Однако только одного первомученика канонизировала как православная, так и католическая церкви. С ним же связывают и День всех влюблённых. Многие представители старшего поколения считают этот праздник чем-то чуждым и инородным. Молодёжь относится к нему более спокойно и дрожжелюбно. А для большинства 14 февраля – это обычный день. Как празднуете? С девушкой вечером. А как празднуете? А как это у вас празднует? В романтической остановке, то есть закажем еду. А Валентинке дарите друг другу? Да. А Валентинке дарите друг другу? Или как? Как вообще это празднует? Ну, подарки, семейное время, просмотр фильма. Как празднуете? Дома. А с любимым человеком? Конечно. Обязательно. Валентинке дарите друг другу? Обязательно. Каждый год. Да, обычный день. Надо дарить подарки любимым, когда хочется, а не в 14 февраля. Нет, правильно? Никак нет. Не наш праздник. Как относитесь к празднику? Какой праздник? 14 февраля. А, это праздник сегодня? Да, он меня не поздравил. Нормально, нормально. Относимся отлично. Валентинке дарите вы друг другу? Нет. В школе же вы отмечаете этот праздник? Да, мы собираемся все вместе и дарим друг другу Валентинке. Вообще, в целом, среди ребят, какое отношение к этому празднику? На самом деле, по-разному, кто как к нему относится. Кто-то любит отмечать, кто-то же просто пропускает его. У Русской Православной Церкви тоже есть свой день Святого Валентина. Правда, проходит он 30 июля. Если мы придаем в этот день вот это святое значение этому празднику, действительно, празднику, как празднику любви, ничего зазорного в этом нет. Подарить друг другу там эти замечательные открыточки, которые на Валентинке называют. Мы не противоречим учению Православной Церкви, обращая свое внимание на Святого, в честь которого, как бы, этот день молодежью отмечается. Представители Православной Церкви также добавили, что верующие могут помолиться в память о святом. Как видите, лейтмотив 14 февраля – это чистые взаимные чувства, лишенные какой-либо пошлости. А потому, если вы, ваши родные, друзья и коллеги не видят в Валентинках ничего дурного, то можете смело их радовать маленькими подарками. День Святого Валентина отмечают далеко не все пары. Например, семья Бурбана переносит этот праздник на пару дней позже, 17 февраля. Они справляют дату первого знакомства. Да и в целом Полина и Тимофей считают, что дарить свою любовь нужно не раз в году, а ежедневно. Первое знакомство Полины и Тимофея произошло еще в школе. Долгое время ребята не общались, однако украдкой постоянно поглядывали друг на друга. Одно случайное событие дало старт их крепкой дружбе. А спустя время они поняли, что жить порознь и вовсе больше не смогут. В какой-то момент это начинается любовь, с первого взгляда все равно. Ты понимаешь, что это уже не просто чувство дружбы какой-то. Но важно сказать, что все из дружбы выходит. То есть это не так, что вы встретились и сразу начинаете отношения строить. А точек соприкосновения у ребят немало. Тимофей – режиссер. В эфире нашего телеканала мы не раз рассказывали о его работах. Полина же – музыкант. А вместе – команда мечты. Неразлучно уже шесть лет. Сейчас Тимофей снял фильм. И я буду писать музыку к этому фильму. Ну, уже пишу. То есть это тоже такое совместное, семейное. Бурбан – один из немногих примеров молодой и верующей семьи. Свой первый поцелуй они хранили до венчания. В ЗАГСе мы ни кольца не надевали, ни целовались, вообще ничего не делали. Оставили весь сок на потом. Да. То есть мы просто пришли и расписались. Женщина, конечно, была удивлена, которая нас расписывала. Но у нас весь праздник был на венчании. Удивительно для многих, но праздник состоялся без единой капли спиртного. И такой формат, по словам пары, не помешал от души повеселиться. У нас была куча гостей. И всем было весело. И всем было весело. И тем, кто пьет обычно, и тем, кто не пьет. Всем было хорошо. Вот. Поэтому я просто еще много лет фотографировал. Фотографировал свадьбы в том числе. И меня очень сильно всегда просто вгоняет в тоску картина, когда приходят гости, друзья. И они начинают выпивать. И они вообще начинают забывать, где они находятся. Зачем они пришли сюда. Да, то есть это все перерастает просто в какой-то дебош, в какую-то пьянку. И мне настолько обидно за этих людей, за тех, кто женится. Я вообще не понимаю, зачем это нужно. Два года назад семью Бурпом пополнила маленькая Ребекка. Активная и любознательная от природы девочка радует родителей каждый день. Полина и Тимофей считают, что такого счастья в доме должно быть как можно больше. Мы хотим много детей в будущем. Не пугай людей много. Ну, четыре хотя бы. Ну, четыре, пять. Возможно, мы возьмем ребеночка из детского дома. Совсем недавно Полина и Тимофей приобрели квартиру. Но не в шумном городе, а в поселке недалеко от Мурманска. Мечты у ребят масштабные. Среди них построить дом для своей дружной семьи. И завершим наш выпуск новостью из сферы спорта. Хоккеисты Мурмана в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сыграли на домашнем стадионе с одним из лидеров турнирной таблицы – московским «Динамо». Скорее всего, все-таки силы не беспредельны, наверное, по большому счету. И не так много у нас замен. И до какой-то минуты мы играем, а потом получается, что или силы заканчиваются. Не хватает нас пока, скажем так, на все 90 минут. Соперник у наших спортсменов был очень сильный. Москвичи сразу обозначили свое преимущество, но это не смутило хозяев поля. Ощущая поддержку болельщиков, заполярные хоккеисты старались изо всех сил, грамотно играли в обороне и контратаковали. Однако, несмотря на напряженную игру, победить москвичей не удалось. Матч завершился поражением Мурмана со счетом 3-11. В среду, 16 февраля, заполярная ледовая дружина проведет еще один домашний матч с Акбарс-Динамо из Казани. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.rf и в официальной странице телеканала социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok В Никеле и Мочегорске от минус 6 до минус 16, в Апатитах и Кавдоре от минус 10 до минус 17, в Кандавакшей и Полярных Зорях от минус 11 до минус 17.